Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Ситуацию с коронавирусом обсуждали на правительственном заседании. На сегодняшний день ни одного случая заражения по стране не зафиксировано. Об этом сообщил министр здравоохранения Ельжан Бертанов. По его данным, с 1 марта прибывшие в Казахстан из Китая и Ирана граждане страны будут помещаться на карантин с изоляцией на 14 дней. А лица, прибывшие из Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Италии будут изолированы на дому. А наши соотечественники, прибывшие из Сингапура, Таиланда и Азербайджана, должны наблюдаться медработниками по месту проживания с ежедневным посещением в течение 14 дней со дня пресечения границы Казахстана. Сейчас по поручению президента страны Касымжо Марта Токаева правительством принимаются все необходимые меры по недопущению фактов заражения коронавирусом. В частности, Министерству здравоохранения поручено усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска государственной границы. К тому же, Министерству иностранных дел поручено внести предложение по переносу ранее запланированных в стране крупных международных мероприятий приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Акимам, руководителям управления здравоохранения областей и городов, поручаю проводить ежедневный мониторинг на границе. Как известно, коронавирус имеет распространение уже в 50 странах мира, и нам необходимо сохранить стабильную ситуацию в стране. Как известно, вирус оказывает негативное влияние на мировую экономику, в частности, промышленность, транзит, торговлю и экспорт. В этой связи необходимо принятие соответствующих мер для обеспечения стабильности экономики Казахстана. Тем временем, три поста в Алматинской области на государственной границе с Китаем под пристальным вниманием руководство края. Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос» будет закрыт до особого распоряжения. Такую инициативу Акима области Амадыка Баталова поддержало правительство страны. Напомним, первоначально «Харгос» закрыли до 15 февраля. Затем срок продлили до конца месяца. Дата открытия МЦПС пока неизвестна, сообщили в пресс-службе Акима Алматинской области. В аппарате Акима Алматинской области кадровые перестановки. Назначен новый заместитель главы региона. По согласованию с администрацией президента им стал Серик Турдалиев. Отныне он будет курировать сферы индустриально-инновационного развития, предпринимательства, спорта и туризма. В разные годы он работал директором по вопросам финансов и инвестиций корпорации «Казахмыс», исполнителем-директором акционерного общества «Народный банк Казахстана», заместителем-председателем правления корпорации «Казахмыс», вице-президентом и руководителем администрации группы компании «Казахмыс». Серик Турдалиев хорошо знаком активу региона. С 2012 по 2017 год он работал в должности заместителя Акима области. Амандык Баталов пожелал новым работникам успехов на деловом поприще и обозначил приоритеты дальнейшей работы. Представил Амандык Баталов сегодня и нового руководителя аппарата Акима области. Им стал Туллиген Сарсимбаев. Имеет богатый опыт на руководящих должностях. Трудился руководителем налогового департамента по Восточно-Казахстанской, по Владарской областей, заместителем Акима Южно-Казахстанской и Туркестанской областей. До сегодняшнего дня занимал пост руководителя департамента государственных доходов по Алматинской области. Дороги, артерии страны. Держать руку на пульсе стратегически важного объекта – задача Национального центра качество дорожных активов. Какие факторы чаще всего влияют на преждевременный износ дорог, какие нарушения были выявлены центром за период проверки в Алматинской области, расскажет наш собственный корреспондент. В мае 2019 года при Комитете автомобильных дорог был открыт Алматинский областной филиал Национального центра качества дорожных активов. Одной из его задач является проведение лабораторных экспертиз. Из порядка тысячи осуществленных проверок трасс республиканского и местного значений в Алматинской области установлено более 140 нарушений, в том числе и по лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов. Итогом обследования стало 107 уведомлений заказчикам и генеральным подрядчикам для дальнейшей ликвидации недостатков. Однако около полусотни из этих случаев до сих пор не устранены. Именно по автодороге Алматы-Ускимен нами ведется контроль качества дорожной одежды. В прошлом году были выявлены замечания, по ним устранены. А по содержанию дорог есть множество замечаний, которые поступают и от населения, Вот как вы сами видите, содержание дорог ведется очень плохо, что могут повлиять на аварийные ситуации. На основании наших выявленных замечаний нами будет направлено письмо заказчику и подрядной организации. Качество автомобильных трасс республиканского и местного значений пожалуй одна из наболевших проблем казахстанских водителей. Несоблюдение строительно-дорожных нормативов, несвоевременный ямочный ремонт шоссе, лишь малая часть жалоб со стороны владельцев машин. К тому же, как показал опрос автолюбителей, одной из причин преждевременного износа асфальтового покрытия являются так называемые большегрузы, точнее их перегруз. Есть определённо рассчитанная нагрузка на дорогу 8 тонн на ось, но наши большегрузные машины переполняют материалы более 30-40 тонн, что пагубно могут повлиять на дорогу. Однако это не единственный фактор, влияющий на преждевременный износ дорожного полотна и амортизацию автомобилей. Так, строительство трассы Алматы Оскемен, реконструкция которой временно приостановлена из-за погодных условий, доставляет немало неудобств как жителям близлежащих районов, так и транзитным авто. Качество дороги вы видите сами. За три года здесь мало что изменилось. За это время мы столько денег потратили на ремонт своей машины. То шаровая полетит, то ходовка, то колесо спустит. И мы не единственные, кто сталкивается с этими проблемами. Поскорее бы уже закончили строительство новой дороги. По дороге я очень часто встречаю легковушки, стоящие на обочине и монтируются, потому что дорога в ужасном состоянии, поэтому часто ломаются машины. Мне бы хотелось узнать, когда, наконец, уже достроят эту дорогу. С прошлого года её строят и сегодня никак не закончат. Трасса Алматы Оскемен – стратегически важная магистраль республиканского значения длиной более 300 километров. Капитальная реконструкция начата два года назад. На сегодняшний день на оденном отрезке дороги протяжённостью в 38 километров строительные работы осуществляют две компании – ТО «ГК Инжиниринг» и АО «Сити Констракшн». Из них чуть более 8 километров уже готовы. Полное завершение вверенного участка планируется в этом году. В настоящее время ведётся двухсменная заготовка материала объёмом в 70%. Её завершение стоит на 1 апреля. По плану зимнего содержания дороги круглосуточно работает 8 единиц техники. Работы ведутся под наблюдением двух специалистов по технике безопасности. Также мы планируем провести ямочный ремонт. По словам главного инженера по техническому надзору, 15 марта возобновятся строительно-дорожные работы. В них будет задействовано порядка 455 рабочих. Из них планируется привлечь 76% казахстанцев. Оставшуюся часть составят китайские граждане. Кроме того, компании будут учтены рекомендации Национального центра качества дорожных активов при реконструкции трассы. Полицейский в Талдыкургане оказал своевременную помощь потерявшей сознание на улице 80-летней женщине. Инцидент произошёл 26 февраля на пересечении улиц Абая и Кабабай-Батыра. Во время несения службы инспектор роты патрульной полиции города Талдыкурган, младший лейтенант Аблай Саматулы, заметил упавшую на тротуаре женщину. Незамедлительно бросился к ней на помощь. Поднял, усадил машину, вызвал скорую. До приезда врачей оказал первую необходимую помощь. Освободил дыхательные пути и влажной салфеткой смочил лицо. Приехавшая бригада скорой помощи поблагодарила полицейского за своевременную и грамотно оказанную помощь. Пострадавшее благополучно доставлено в медицинское учреждение. Поставить на ноги. В Талдыкургане на базе Алматинской областной больницы открылось отделение восстановительного лечения и реабилитации. Отныне в нем будут оказывать помощь пациентам, перенесшим нейрохирургические вмешательства и получившим травмы различной степени тяжести. Открытие нового отделения – большой шаг в области реабилитации. Теперь здесь пациенты смогут проходить комплексный курс восстановления. В среднем он займет от 10 до 15 дней. Особое руководство медицинского учреждения отнеслось к подбору персонала. До открытия несколько специалистов прошли повышение квалификации. Одной из них является врач, невропатолог, реабилитолог. В течение четырех месяцев Ахмарал Байкунысова обучалась в Санкт-Петербурге. Все изученные методики она намерена внедрить в работе. В реабилитационном отделении мы будем работать мультидисциплинарной бригадой. В мультидисциплинарную бригаду входит врач-невролог, реабилитолог, логопед, психолог, эрготерапевт, кинезиотерапевт. Работа мультидисциплинарной бригады эффективна тем, что у них будет все по графику. То есть каждый специалист будет работать в определенное время с каждым больным индивидуально. Всего в составе медицинского персонала около 20 специалистов. Ежедневно они смогут предоставлять помощь 30 пациентам. На данный момент в отделении имеются только тренажеры. Однако это далеко не предел. По словам врачей, до конца марта прибудет современная техника. С помощью специального оборудования медики научат своих подопечных справляться с повседневными делами. Помогут в восстановлении моторики рук и ног. Мы приобрели вертикализатор, имитатор ходьбы. Вот скоро будет сенсорный кабинет, еще роботизироваться будет. Поэтому здесь у нас после инсульта, после травматологической больной и нейрохирургической больной здесь будем лечить. По словам руководства областной больницы, открытие центра реабилитации – это только начало. В скором будущем на базе медицинского учреждения планируют инициировать создание отделений пульмонологии, а также таракальной и сосудистой хирургии. Сделай сам своими руками. Более 10 стран мира заинтересованы в эко-товарах «Эко-уэйв-шоп». Уникальные игрушки и аксессуары создают совсем необычные люди. Члены общественного объединения инвалидов «Амкоржурек» в городе Капшигай. Уже 4 года они обеспечивают качественным товаром как жители нашей страны, так и зарубежья. Наша съемочная группа побывала у них в мастерской и встретилась с героями нашего следующего сюжета. Изготовление кукол и мягких игрушек – увлекательное хобби и отличная возможность заработать для каждого члена общественного объединения инвалидов «Амкоржурек». Своими руками они создают уникальные вещи, которым могут позавидовать даже крупные производители игрушек. В мастерской трудится около 20 человек. Но, к сожалению, каждый из них имеет инвалидность разных степеней. Однако это не мешает им заниматься любимым делом. Коллектив у нас очень хороший, работает очень хорошо, у нас весело. К нам все тянутся, к нам все приходят сами. У нас много социальных проектов, наши ребята здесь учатся вязать, игрушки, также я плету авоськи. Создателем творческой мастерской «Твори добро своими руками» является Ляза Цалыкова. В инвалидной коляске она с самого детства. У нее прогрессирующая мышечная дистрофия. Но это не мешает ей жить полноценной жизнью. Она, как и другие члены мастерской, занимается вязанием. К тому же активно участвует в благотворительностях. А еще и поет, выступает на большой сцене вместе со звездами казахстанской эстрады. Ляза Цалыкова верит, что волшебство существует. И оно случается с теми, кто их ждет, уверена она. И потому считает своей главной миссией в этой жизни не унывать и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Вот эта мастерская, которая «Твори добро своими руками» называлась проект, она, можно сказать, развилась уже и получилась уже Эко-Вейв. И вот наша организация, она как раз такой принцип, наверное. Мы стараемся всегда преумножить. Мы стараемся, чтобы у нас всегда был результат и было обязательно положительно все, позитивно. И вот как раз с Эко-Вейвом у нас получилось так же. У нас спокойно распространяется наш товар, он имеет спрос. И аналогов пока Эко-Вейв и нашей продукции в Казахстане нет. Совсем недавно в общественном объединении начали свою работу массажный кабинет и тренажерный зал. Для людей с особыми потребностями. Услуги здесь оказывают профессиональные специалисты. Да и цена весьма доступная для каждого посетителя. Азаджу Маханов, Габит Кабдрахман, телекомпания ЖТСО, из Капшигая. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Помним и прививаем новому поколению. Необычный флешмоб посвятил 75-й весне Победы, военный оркестр, военно-инженерного института, радиоэлектроники и связи. Машина времени, да и только. Древние традиции не только дошли до современности, но и весьма популярны. Потенциал есть. Его выявили на открытом чемпионате среди подростков. Мука заметно подорожала в городах Казахстана. Годовой рост цен на муку высшего сорта составил 24%. Первого сорта сразу более 28%, сообщает Energy Prom KZ. За январь текущего года в стране произвели 250 тысяч тонн муки из растительных и зерновых культур. Это на 20,7% меньше, чем в январе прошлого года. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны мука высшего и первого сортов обходится жителям столицы. Дешевле всего – жителям Павлодара. Удивленных зрителей самой разной возрастной категории привлек военный оркестр. Днем в минувшую субботу в один из развлекательных центров Алматы зашла группа музыкантов. Так, сводный военный оркестр Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан и Академии пограничной службы КМБ начал флешмоб, посвященный 75-й годовщине Победы. Попыри из песен военных лет и казахские национальные произведения буквально не оставили равнодушным никого и порадуют жителей и гостей мегаполисов еще не раз. Музыкальный флешмоб сводного оркестра военных учебных заведений пройдет до конца мая еще в нескольких торговых центрах города Алматы и Алматинской области. Цель сегодняшнего флешмоба была приобщить подрастающее поколение к традициям, великим традициям, героическим подвигам нашего старшего поколения. Чтобы наше поколение помнило, что этот праздник всего народа Казахстана. Масленица, День Благодарности, 25 лет Ассамблеи народа Казахстана. Так совпало, что первый день весны объединил сразу несколько праздников. Тысячи толдукурганцев и гостей города вышли отпраздновать торжества массовыми гуляниями и спортивными играми. На площади Дома Дружбы яблоку негде было упасть. Масленица – традиционное мероприятие славян. Тем не менее, провожать зиму пришли представители десятков этносов. То есть праздник стал истинно народным. Это праздник интернациональный уже стал. У нас многонациональный народ Казахстана. Все радуются. Пришла весна. Ну, по-честному сказать, весна слишком рано пришла. Мы сегодня зиму провожаем. Как таковой уже у нас здесь и нет. Когда-то, я помню, в детстве были сани, лошади, был снег. Сейчас этого ничего нет, к сожалению. Ну, вот смотрю, организаторы все сделали, все приготовились, игры. Всем хорошего настроения. Под сводом неба нашей страны проживают в мире и согласии более ста различных национальностей. Чтутся и уважаются все их традиции и торжества. Ключевую роль в этом играет Ассамблея народа Казахстана. 1 марта данная организация отметила свое 25-летие. Мероприятие организовано совместно с областным русским культурным центром. Активное участие принимают средние общеобразовательные школы, спортивные учреждения, частные предприниматели, которые организовали выставку-продажу. А также наши рукодельницы. Более 40 человек представляют сегодня свои работы именно на продажу. Уникальная работа, ручной работа. По традиции маслинца отмечается в течение недели. Главный посыл прост. Сохранить любовь и уважение друг к другу. Потом, в последний день праздника, нужно просить прощения у близких и родных за обиды и причиненные неприятности. Тем более, 1 марта в Казахстане отмечается День Благодарности. В этот день казахстанцы активно поздравляют друг друга в социальных сетях и мессенджерах. И все это действительно объединяет, говорят жители, делясь своими эмоциями. Очень хороший праздник. Такой народный, все народы сближает. Ну и вообще дарит тепло. Ну, приход весны уже. Довольно-таки хорошо, весело. Все рады, довольны. Дети счастливы. Под шатрами различных образовательных и волонтерских учреждений каждый мог отведать различные угощения, попить чай с блинами и не только, и поговорить по душам. Праздник очень интересный. Много интересных игр, много интересных соревнований. Очень приятно, что для нашего города такое мероприятие. Ну и хочу, чтобы в каждом году все и лучше, и лучше было бы. Насыщенная концертная программа и театральные постановки радовали жителей и гостей города целый день. Занятия по душе нашлось семь. К примеру, дети состязались с перетягиванием каната. Взрослые выясняли сильнейшего по поднятию гири, армрестлингу, лазанию по столбу за подарком. И да, у этого участника все-таки хватило сил забрать свой приз. Илья Ман Рамбеков, Осетий Сембек, телеканал ЖИЦУ. Памяти боксера Сабита Жанатаева в Талдыкургане посвятили открытый чемпионат по боксу. Более 80 юношей 11-12 лет оспаривают звание сильнейшего. Более подробно расскажет наш корреспондент. Сабит Жанатаев, спортсмен, с которого подрастающее поколение должно брать пример. Благодаря своему упорству и труду боксер добился высоких результатов в спортивной карьере. Неоднократный чемпион Казахстана, призер чемпионата СССР, член сборной Советского Союза своими победами внес весомый вклад в развитие казахстанского бокса. Он начал заниматься с 7 класса, село Каспан, гвардейский район тогда было. За период тренировочного процесса, где-то примерно 15-20 лет он тренировался, он добился больших результатов. Также в то время были всесоюзные турниры, по всем городам Советского Союза он выиграл турниры, всесоюзные турниры, международные турниры. В этом турнире принимают участие юноши как раз того возраста, во сколько в бокс пришел Сабит Жанатаев. Еще юные парни, но уже техничные боксеры четко и грамотно демонстрируют силу, парируют ситуацию на ринге и точно знают, куда и в какой момент произвести удар. Организаторы уверяют, здесь есть будущие чемпионы. В честь мастера спорта Сабита Жанатаева впервые организовали областной турнир. Принимают участие 10 команд, всего 86 участников. Их разделили на 14 весовых категорий. Для спортсменов это возможность повысить свою квалификацию. Соревнование пройдет в течение трех дней. 5 марта выявят победителя во всех весовых категориях. Организаторы отмечают, что турнир для победивших станет хорошим трамплином на более крупные старты. Алексей Цой, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖТСУ, Таду Курган. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok